Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Коммунальные службы Барнаула в начале недели работали в круглосуточном режиме, чистили от льда тротуары, посыпали дороги. Пожалуй, резкое наступление холодов – одна из главных тем этой недели. Скованные ледяным панцирем автомобили, поваленные деревья и небывалой красоты фотографии. Этим запомнился Барнаулу ледяной дождь, обрушившийся на город, как это было, напомнит Николай Потешкин. Привет, Барнаул! Поздравляю с началом зимнего сезона! И хоть до календарной зимы еще полтора месяца коньки и лыжи некоторые горожане вынуждены надели на этих выходных. Дождь, а после похолодания сковали город ледяным панцирем, который парализовал работу электротранспорта, просто заизолировав контактную сеть. Утром в субботу аварийные бригады гор электротранса начали очистку сетей и путей от наледия. В круглосуточном режиме пришлось работать все выходные. Удалось уже к воскресенью часть маршрутов восстановить и за воскресенье до конца дня мы восстановили трамвайные маршруты и троллейбусные по всем направлениям. Сегодня вот на понедельник утром выпуск по всем маршрутам городского электрического транспорта полностью восстановлен, работают в штатном режиме. Короче, все в таком роде, еле открыли. Все, все применшее. Воспользоваться личным авто на выходных тоже было непросто. Двери отогревали и отцарапывали, снимая послеэффектные видео. Да и маршрут у большинства лежал шиномонтаж, где из желающих переобуться до сих пор пробки длиною в сутки. Ну в день это минимум где-то 30 человек. Люди приезжают с утра записаться, не записаться. Люди говорят только на следующий день с утра записываются. А вот дня жестянщика, как обычно бывает в первый гололед, на этот раз удалось избежать. За выходные в период непогоды удалось избежать роста числа дорожественных происшествий и тяжести их последствий. Немаловажную роль стабилизации дорожной обстановки сыграл тот фактор, что многие граждане, заблаговременно обладая информацией о сложных погодных условиях, не стали пользоваться личным транспортом, тем более на котором установлены летние шины. Из-за ажиотажного спроса на такси некоторым горожанам, как они писали в пабликах, путь на работу стоил в 4 раза дороже обычного. Вызвать авто многие решались еще и потому, что даже одна остановка пешком по озаледеневшему тротуару могла стать дорогой в травмпункт. Задача на ближайшее время это устранить, конечно, последствия обледенения тротуаров, потому что очень много работы получилось из-за перепада температуры, ну и, конечно, поддерживать нормативное состояние проезжей части. Дорожных рабочих работало в выходные более 100 человек, техники в среднем работало порядка 80 единиц. Очистка улицы от первого снега и наледи шла даже ночью, но скоро поможет коммунальщикам и сама природа. По прогнозам синоптиков, уже завтра в Барнауле потеплеет до плюс 7, а по краю до плюс 9. Кстати, о плюсах их можно отыскать и в капризах природы. Необычайно живописными снимками в эти дни наполнился интернет. Яркая осень в плену холодной и кристально чистой зимы. Николай Потешкин, Владислав Ковалев, День с толком. Во власти зимы край находился всю эту неделю. Ночные температуры не поднимались выше ноля. Но следующее будет более теплое. Днем местами ожидается до плюс 10 градусов. А я продолжу. Дом по улице Интернациональной 302 в Барнауле признали аварийным. Решение приняли на совещании в мэрии краевой столицы. Напомним, в прошлые выходные в одной из квартир дома рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал, но на доме ввели режим повышенной готовности. Они должны были помочь мне в мае месяце, когда я начала стучать и звонить колокола, когда я писала, когда я говорила, что просто будет обрушение. Я им видео предоставляла. Надеюсь, никто не пострадал во время обрушения. Я еще раз повторюсь, на полу лежал. Мой ребенок, слава богу, просто в 10 сантиметрах это все произошло. В четверг в мэрии приняли решение признать дом аварийным и снести. Это стало возможным, исходя из заключения специализированной организации и по оценке городской межведомственной комиссии. Пока жильцам предложили воспользоваться маневренным фондом или снимать жилье, получив за это компенсацию. Позже оценят рыночную стоимость квартиры и выплатят собственникам денежное вознаграждение. Кстати, о ценах, правда, на аренду квартир. 30 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Бурнауле. Таковы данные всероссийского рынка недвижимости за третий квартал 2024 года. Интересно, что по сравнению с прошлым кварталом цена аренды в краевой столице выросла на 2 тысячи рублей. И все же с такой стоимостью Бурнаул находится ближе к городам с самой низкой средней ценой на аренду, в их числе Брянск, Ярославль, Киров и Калуга. Там цена аренды в месяц составила 20 тысяч рублей. А самые высокие цены показали столичные и крупные туристические города. В Москве снять жилье в аренду стоит в среднем 90 тысяч рублей, в Сочи – 55 тысяч, в Санкт-Петербурге – 45 тысяч, в Казани – 40 тысяч рублей. Страсти вокруг доллара будоражат экономическую общественность. Она буквально разделилась на два противоположных лагеря. Один из них заявляет, что мировая валюта уже к концу года перешагнет планку в 100 рублей. Другой пол федеральных экспертов уверен, что в ближайшее время мир ждет глобальная перестройка международной финансовой системы. Как в условиях экономической турбулентности сохранять сбережения рядовым гражданам? По мнению местных экономистов, и каким инструментам доверяют барнаульцы в сюжете Елена Макаренко. 96 рублей за доллар, 106 рублей за евро. Курсы иностранных валют по отношению к рублю в этом октябре выросли уже больше, чем на 10 процентов, констатируют федеральные экономисты. И многие из них предрекают. То ли еще будет. К Новому году мировая валюта взлетит до 100 рублей и выше. На фоне таких прогнозов многие спешат закупиться серо-зелеными банкнотами. Но местные специалисты советуют не суетиться. Исключить его как 100 и выше нельзя. Но и сильно укрепляться он тоже не будет. Насколько я знаю, консенсус прогноза до конца года это где-то уровень от 90 до 96. В то же время барнаульский экономист не ожидает быстрой перестройки мировой финансовой системы и отказа от доллара, как планируют страны-участники БРИКС. Они по-прежнему готовят реформу по созданию новой валюты. Эксперт признает. Между Россией и дружественными с ней странами все больше расчетов в национальных валютах. Так происходит, к примеру, в 90 процентах сделок с Китаем. Но с другими странами без сложностей не обходится. С Индией, допустим, это уже, так сказать, проблемы создает. Потому что продать-то мы продадим, рупии они нам дадут. А что нам с этими рупиями потом делать, не очень понятно. Потому что, так сказать, перечень товаров, которые Индия может, так сказать, поставить, он крайне, так сказать, ограниченный. Сегодняшние глобальные экономические процессы, говорят эксперты, сплошная турбулентность. А она так или иначе влияет на цены, а цены на каждого из нас. На вопрос, как сохранить сбережения, у обывателей ответы разноплановые. Вы их храните в рублях или в валюте? В рублях. А почему в рублях? Ну, пока вклад есть только. Надо яйца в разных корзинах хранить, я так понимаю. Ну, это доллар и евро. Ну, сейчас модно в китайских. Я считаю, надо распределять и в иностранной валюте, и в нашей валюте. Возможно, даже в криптовалюте можно хранить. Будущее за той валютой, которая будет, правда, подкреплена, например, золотом или серебром, чтобы у нее была какая-то реальная ценность, а не только фиктивная бумага. Однозначного ответа о сохранении денег не дает и эксперт. На курсы валют влияет целый ряд внешних и внутренних факторов, непредсказуемость развития ситуации. Однако барнаульский экономист убежден, для экономики нашей страны большее значение сегодня имеют не колебания валют, а процентные ставки по кредитам. Они, по мнению специалиста, уже чрезмерно завышены и могут снова подрасти. Центробанк допускает повышение ключевой ставки 25 октября. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский институт развития медицинского образования появится в Крае. Он объединит все медицинские колледжи региона. Постановление его создания уже подписал губернатор Края Виктор Томенко. К барнаульскому базовому медколледжу присоединят четыре других – Бийский, Каменский, Рубцовский, Родинский, а также Благовещенский медицинский техникум. Как сообщили в Минздраве региона, решение об объединении приняли сами колледжи, чтобы сообща качественно готовить кадры для регионального здравоохранения. Центр института будет расположен в Краевой столице, остальные учреждения превратятся в филиалы. Сейчас перед образовательными учреждениями Алтайского края стоит очень непростая задача – ликвидировать дефицит кадров, который складывался годами. И если говорить о врачах, в 2023 году мы наблюдаем приток. Но то, что касается средних медицинских работников, здесь пока удалось остановить только отток. Конечно, работы предстоит еще очень много, собственно, поэтому и нужно объединять усилия. Это будет среднее профессиональное образование, при этом расширится объем образовательных услуг. Кстати, учебную программу планируют формировать не только сам институт, но и медицинские организации, которые как раз и будут принимать выпускников на работу. Объединение планируют завершить к концу этого года, успешная практика объединения колледжей в единый институт существует уже в Свердловской области, а также в Кузбассе. На этой неделе в календаре Всемирный день борьбы с раком молочной железы. По статистике, это самый распространенный вид онкологии среди женщин, в том числе и в нашем крае. Такой диагноз в год слышат более 1200 жительниц региона. И даже победив опасную болезнь, пациенткам приходится проходить достаточно длительную реабилитацию. Как в краевом онкодиспансере помогают вернуться к привычной жизни, показали журналистам. Дверь в новый мир, где рак побежден, для Ольги Красули открылась почти 10 лет назад. Но оказалось, что после лучевой терапии и операции путь к привычной жизни только начался. Ольга столкнулась с одним из частых осложнений лимфодемой руки. Отеком, который нарушает подвижность и даже причиняет боль. Отек начинался незаметно. А когда уже стал очевиден, стали люди окружающие это видеть, возникли даже проблемы с трудоустройством. Отек уже спустился ниже руки на область подмышки и ребер. И вот в первый раз, когда я пришла, отечность была на 6 сантиметров. Рука была больше, чем здоровая рука. Почти два года таким пациентам помогают в отделении медицинской реабилитации краевого онкодиспансера. За это время здесь пролечились более 200 пациенток, перенесших рак молочной железы. Им показан массаж или прессотерапия. Такие аппараты воздухом сжимают тело, улучшая лимфодренаж. Проблема в том, что именно после операции там нарушены пути оттока, то есть удаляют лимфоузлы, поэтому нарушаются пути оттока и возникает вот этот застой. Лимфодренаж, то есть отток, улучшается отток именно снизу вверх идет, чтобы эта лимфа, вся эта застойная жидкость уходила в подмышечную область. Если препятствие будет переграждать дорогу, то вы как можно быстрее должны нажать на вот эту зеленую кнопочку. Преодолевать препятствия, в том числе жизненные, обрести контроль над эмоциями и заново научиться расслабляться помогает медицинский психолог. Курс ЛФК или занятия на антигравитационной беговой дорожке, такая помощь может понадобиться и после химиотерапии, когда человеку в прямом смысле тяжело сделать несколько шагов. Мы оказываем не только после всего комплексного лечения, реабилитацию, но и в процессе химиотерапии, так как метод достаточно очень агрессивный и он имеет за собой ряд осложнений. Это нейропатии, которые в большинстве случаев тоже нарушают достаточно серьезное качество жизни и повседневную деятельность, вплоть до того, что человек ручку не может, ложку держать. Каждый четвертый случай женской онкологии в крае – это именно рак молочной железы. Такой диагноз в год слышат до 1300 пациенток. Но есть и положительная статистика. Случаев ранней диагностики становится больше. У нас увеличился процент первой, второй стадии. И сейчас этот процент 73 в соответствии у циферки. И при этом хотелось бы отметить, что количество четвертой стадии, он снизился, уменьшился. Был в районе 14, сейчас стал 7%. Конечно, онкологи напоминают о важности своевременной диагностики. Это регулярные и медицинские, и самоосмотры. И главное – не откладывать поход к врачу даже при, казалось бы, незначительных переменах в здоровье. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. В 16 регионах России отмечен всплеск заболеваемости пневмонией. Это данные Федерального Роспотребнадзора. В список попал и Алтайский край. При этом заболеваемость ОРВИ, если и пошла на спад, то незначительно. Насколько опасны циркулирующие сегодня вирусы? Когда ждать грипп? И какой все-таки самый правильный способ профилактики? Об этом и не только моя коллега Елена Макаренко общалась с представителями регионального Роспотребнадзора. Серьезный подъем сезонных инфекций в этом году пришелся на конец сентября. Можно ли говорить о том, что сейчас ситуация стабилизировалась? Регистрируется некоторое снижение. Так, за период 7 октября, 13 октября у нас зарегистрировано 20 551 случаев заболеваемости ОРВИ, что ниже на 8% предыдущей недели. То есть можно говорить о некоторой стабилизации ситуации, но тем не менее мы по-прежнему остаемся осторожными. Мы ни в коем случае не прекращаем соблюдать меры профилактики, противоедемические какие-то мероприятия, которые мы рекомендуем. И это в первую очередь своевременное отстранение заболевших и недопущение в организованные коллективы детей и взрослых. Эта мера очень эффективна и очень важна. Поэтому еще раз населению, работодателям напоминаем о данной мере. Появились ли в этом сезоне новые вирусы? Вот многие говорят о новых, более тяжелых формах ОРВИ. Вот если это так, то с чем это связано? В Алтайском крае по-прежнему отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Это риновирусы, адена, бока и парагрипп. Но эти вирусы, они как бы, ну скажем так, привычны для нас, они циркулируют ежегодно. Каких-то новых абсолютно не зарегистрировано лабораториями нашей, как бы, вот ФИБУС, да, Центром генопедиологии. Какой штамм ковида определяют сейчас чаще всего? И можно ли говорить, что после него болеют тяжело? В Алтайском крае у нас зарегистрировано за предыдущую неделю 251 случай, и из них 79 проходят лечение амбулаторно. То есть наглядно о том, что большая часть лечится амбулаторно, и в принципе тяжелых случаев у нас не зарегистрировано на сегодня. То есть все как бы идут в таком нормальном, как бы, скажем так, степени тяжести, тяжелых нет. Появилась информация, что в регионе выявляют заразную атипичную пневмонию. Вот что это за зверь такой? У нас таких данных о том, что она атипичная, нет. У нас циркуляция привычная, как и в том году. С микоплазмой, с тафилокопом мы в том году работали, да. Может быть, как-то, я не знаю, распространение больше, да, стало. Ну, вот именно каких-то атипичных форм мы не наблюдаем. То есть у нас экстренное защищение мы получаем, мы получаем на внебольничную пневмонию, да. И в дальнейшем мы устанавливаем теологию лабораторий, да, медицинских, краевых медицинских организаций. И взаимности там или бактерии, или вирус идет, все. То есть атипичные формы, возможно, это у медиков есть такой термин. У нас, как у эпидемиологов, такого термина как бы не наблюдается. При лабораторных исследованиях у нас, в принципе, так же, как в прошлом году, отмечается в атиологии микоплазма, стафилококк и другие бактериальные вирусные агенты. Аналогично, что и в прошлом году. Каких-то непривычно новых не отмечается в циркуляции. Небольничная пневмония, она существует уже несколько лет. Небольничная форма пневмонии – это заболевание, которое возникает, получается, не в стен больницы. То есть если человек пролежал там 21 день и там заболел в больнице, то это уже относится к больничной форме, то есть он там заболел. А вне больничной, когда человек ходил в школу, в садик, где-то в торговом центре, то есть эту инфекцию на себя взял, это уже вне больничной. Ну это вот простыми словами. Ближе к осеннему сезону говорили о том, что ковид, в общем-то, уже не так опасен, в отличие от гриппа. Вот когда нам ждать эпидемию гриппа? До какого времени не поздно ставить прививку? И какой способ профилактики все-таки, на ваш взгляд, наиболее эффективный? Потому как вот часто можно слышать разговоры о том, что человек, когда поставил прививку, стал болеть тяжелее, а не ставя ее, вроде бы как переносит легче. У нас сейчас продолжается прививочная кампания против гриппа. У нас поступила очередная партия вакцины. 8 октября в количестве 417 тысяч доз. Это Утрикс поступил, Флюэм и Савигрипп. Вакцина для детей и взрослых. Вакцинация у нас продолжается активно. То есть у нас примерно все равно есть 3-4 недели на то, чтобы привиться. Конец октября, начало ноября возможно циркляться, но может быть она чуть-чуть сдвинется на середину ноября. И вот сейчас как раз еще самое-самое подходящее время идти и ставить прививку. Тем более вакцина есть, она есть на данный момент в достаточном количестве, потому что она поступила буквально 10 дней назад и уже распределена во все краевые медицинские организации. Я настаиваю на том, что вакцинация все равно является основным эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений. На примере прошлого сезона у нас было зарегистрировано 152 случая гриппа. Из них 6 человек были с прививками, но они все переболели в легкой форме и без осложнений. Поэтому я все-таки считаю, что лучше привиться, поставить на данный момент прививку, пока у нас есть время, пока не циркулирует вирус гриппа, и защитить себя, своих близких. И призываем в общем население работодателей. Информация о том, что вакцинация против гриппа может привести к заболеваемости, к каким-то тяжелым осложнениям, они ничем не подкреплены, такой информации мы не обладаем. И наши данные только говорят об обратном, что прививка помогает защититься, и защититься не только от самого заболевания, перенести его в легкой форме, но и также от осложнений, таких как, например, пневмония, которая сейчас у нас и существует на данный момент. 70 лет исполняется на этой неделе криминалистической службе. Ее сотрудники помогают раскрыть сложные и многоэпизодные преступления. Среди них тяжкие и особо тяжкие против личности, совершенные в условиях неочевидности, а также связанные с безвестным исчезновением людей. Чтобы раскрыть их, привлекаются следователи-криминалисты, обладающие багажом знаний, аналитическим мышлением и огромной выдержкой. Об одном из таких специалистов, который вот уже 12 лет проверяет людей на детекторе лжи, и в числе его испытуемых предполагаемый политеховский маньяк Виталий Манишин. Наш следующий сюжет. Вот у нас сейчас датчик электродермальной активности, или датчик ЭГР. Он один, вот так сделаете, верхнюю руку, верхнюю руку. И хотя считается, что обмануть его возможно, специалист Сергей Колупаев, который вот уже 12 лет проводит исследования на полиграфе, уверен в обратном. Детектор лжи любого выведет на чистую воду. У вас это Виктория? Нет. По 120 в год психофизиологических исследований проводят полиграфологи Следственного управления Следственного комитета края. Это и кадровый скрининг при приеме сотрудников правоохранительной органы, и служебные проверки, и, конечно, применение прибора при раскрытии преступлений. Последние, говорит специалист, самые интересные, но и самые трудоемкие. Еще до проверки на детекторе лжи, сама процедура занимает около трех часов, изучают материалы дела, выдвигают гипотезы, тщательно продумывают вопросы, которые полиграфолог согласовывает со следователем. Содержание и точность формулировок влияют на достоверность результатов. К примеру, одного из иностранцев во время испытания смутил вопрос про обычную майку. Половое преступление было, и задавал обычный вопрос. «Вы снимали майку с той девушкой». Он все, мне по нему отвечает, но я вижу, что как-то что-то тут не так. И когда мы тест закончили, я говорю, что вам непонятно в этом вопросе было? А он говорит, а я не понимаю, что такое слово «майка». Понимаете, вот это надо учитывать при составлении вопросов. Понимает ли человек именно то, что мы закладываем в наш вопрос? Знания психологии и физиологии, аналитическое мышление, внимание к деталям, помощь полиграфологов, а они штучные кадры, колоссальна при расследовании уголовных дел. Так во многом, благодаря внимательности Сергея и его неформальному подходу к работе, удалось завершить расследование громкого дела, в котором от рук предполагаемого серийного убийцы Виталия Манишина погибло 11 девушек. Мы понимаем, да, про какие девушек идет речь? Про политеховство. Работа его с испытуемым, в данном случае с подозреваемым Манишиным, она позволила, ну, во-первых, изобличить заподозренное лицо в изначально ложных пояснениях, в изначально ложных показаниях. И в то же время последующее предъявление подозреваемого результатов исследования, скажем так, стало, позволило убедить его в сотрудничестве с предварительным расследованием. То есть, получается, ознакомившись с результатами ПФИ, психолого-физиологического исследования, подозреваемый понял, что в том числе и поэтому его запирательство, его ложные показания, они бесполезны и только ухудшат его положение. Работать с Манишиным, который, к слову, за пару месяцев до ареста баллотировался на пост главы Калманского района, было непросто. Это сдержанный, умеющий просчитывать на несколько шагов вперед, отличный психолог. Вы даете такие показания по делу, потому что так и есть на самом деле. К изворотливости прибегают многие испытуемые. И тут нужно, говорит полиграфолог, оставаться беспристрастным. А сдерживать эмоции непросто, особенно, когда ищут виновников преступления, в которых пострадали дети. При этом важно снять обвинения с непричастных людей. От расшифровки данных полиграфологам зависят судьбы. Огромная ответственность. Но Сергей Колупаев благодарен судьбе за профессию. Ты понимаешь вообще свою социальную значимость. Приносишь пользу людям. Может быть, это как-то немножко пафосно звучит. Потому что иногда поступают предложения, перейти куда-то в коммерческие организации. На секунду задумаешься. Думаешь, ну как я же без этого. Только за денег. Наверное, это неправильно. В этом году алтайскими полиграфологами проведено уже больше ста исследований по уголовным делам и материалам проверок. Они помогли выбрать верный путь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Музыкальный клип в поддержку бойцов СВО, снятый в Барнауле, впервые показали зрителю. Закрытый показ состоялся в одном из кинотеатров Краевой столицы. Какие эмоции видеоклип выздоровал у зрителей и каков главный посыл патриотического проекта, расскажет Валентина Аскерова. Не ради того, чтобы погибать, а ради того, чтобы жить. Главный посыл музыкального клипа «Я не герой». Патриотический клип в поддержку солдат СВО сняли в Барнауле и впервые в рамках закрытого показа представили на суд зрителю. Автором проекта выступил Центр подготовки «Рок от Барнаул», который обучает навыкам военного дела и первой помощи. Выпускник курсов с позывным «Астр» написал стихи, а музыкант Юрий Жданов положил на слова музыку. Так и родилась песня «Я не герой». На эту композицию и сняли патриотический клип. Съемки клипа проходили очень нелегко, можно сказать, потому что я больше, наверное, переживал за ребят, которые у нас снимались. Ладно, мы с камерами, с планшетками для сценария. Ребята были во всем обменировании, в жилетах, по 20-30 килограмм, если не ошибаюсь, каждый вес носили. И они, это была жара, и они это все таскали, они бегали, они прыгали, они перебирались вброд через воду. И я скажу, что это было нелегко, но мы справились. Часть съемок прошла на учебном полигоне, а курсанты и инструкторы Центра попробовали себя в роли актеров. Главный посыл клипа – это люди разных профессий. В гражданской жизни они могли быть строителями, в зоне СВО стали шикарными профессиональными медиками. Юристы, кузнецы, фельдшеры скорой помощи, они все меняют привычный уклад жизни и отправляются в зону проведения СВО, несмотря ни на что, защищать нашу родину. Закрытый показ посетили представители общественности, деятели культуры и просто неравнодушные. Каждому есть что сказать. Мне клип очень понравился. Я считаю, что в нынешнее время он очень полезен и нужен. Наши подростки и дети очень непатриотичны. И в данный момент, в наше время, я считаю, что дети должны быть более патриотичными. Посмотреть этот клип, они должны вдохновиться и думать, что они делают и для чего. Патриотическую видеоисторию, которая укрепляет дух и дарит надежду в тяжелые моменты жизни, широкий зритель увидит на просторах интернета в следующем году, 23 февраля, в День защитника Отечества. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. На кладбище Новоалтайска появится скульптура «Погибшему в СВО». Она посвящена участнику спецоперации, павшему в бою под Бахмутом. Мужчина по возрасту молодой, но он достоин увековечивания. Решили его друзья и обратились за помощью к местному скульптору. Тот идею одобрил и наделил ее дополнительным смыслом. Подробности в сюжете. Новоалтайский скульптор колдует над своим произведением. Такого, признается творец, в его практике еще не было. Увековечить попросили участника СВО. Переходили, где-то они какой-то там объект в поле, и произошел взрыв. Изготовить памятник бойцу СВО решили его друзья. По их словам, у Романа Луконского была непростая судьба. Он детдомовец. Открытый, честный и смелый. На фронт ушел добровольцем. Ну, мне казалось, это было бы достойно этого человека. Увековечить таким образом его парень. Поэтому, ну, поговорил со знакомыми и решил так сделать. Местный скульптор идею поддержал. Но работа дается непросто. В распоряжении всего одно фото Романа. Разные варианты эскизов, опытных образцов и поиск идеи. Творец решил, что будет уместно, если памятник молодому мужчине станет символом скоротечности жизни. Самый главный ресурс для нашего, не только поколения наших детей, это время. Но мы порой не ценим это время, относимся к людям не так, как к людям порой. Скульптуру еще предстоит доработать. Ее покроют медным купоросом, а затем специальной золотой краской. После памятник участнику СВО установят на одном из кладбищ на Валтайска. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Валтайском крае запущена школа гроссмейстеров для детей из малых городов и сел. Это шахматный пилотный проект, целью которого является поиск юных талантов из самых глубинок нашего региона. Согласно программы, с детьми будут заниматься как шахматами, так и физподготовкой. Они могут общаться с психологом, а также изучать программирование. А накануне будущие шахматные звезды познакомились и пообщались с самым топовым шахматистом России и мира. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Здравствуйте. Приезд лучшего шахматиста России и входящего в топ-5 мирового списка Яна Непомнящего. Настоящий праздник для детей нашего региона. Встреча организована в рамках пилотного проекта «Школ гроссмейстеров для детей из малых городов и сел». Юные шахматисты с первых секунд заваливали гостя вопросами о личной жизни, о самых известных партиях и как не перестать любить шахматы. А кто-то просто хотел сказать слова благодарности. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда, проводите десерту. Желаю вам победить Магу Сакарус. Мы делаем многих сильнейших противников. Спасибо большое. После почти часового общения с детьми Яне помощи уделил время и журналистам. Их интересовала не только спортивная карьера шахматиста, но и более масштабная спортивная проблема. Как обойти индийских спортсменов в рейтинге и вновь забрать право считаться сильнейшей шахматной державой. «Сейчас немножко другой мир, все ускорилось. Больше смотрим в сторону других видов спорта, которые более медийные, более высокооплачиваемые в известной степени. Мне кажется, это очень важно. До тех пор, мне кажется, пока это будет восприниматься скорее как дополнительные занятия с репетитором, по английскому языку, еще по каким-то предметам, а не как вид спорта, где можно прогрессировать и добиваться успехов, это, ну, не то чтобы ВОЗ будет и ныне там, конечно, игра будет популярнее, постепенно там будем прирастать, вот. Но это, мне кажется, отчасти немножко даже тормозит. То есть это повышает популярность игры, которая, по идее, должна в итоге повысить популярность вида спорта, но, мне кажется, с шахматами какая-то особая история, что вот это все-таки как настольный гаг, завивающая игра». Все это исподвигло запустить пилотный проект для поиска юных шахматистов из российской глубинки. Работа направлена не только на совершенствование шахматных навыков. С ребятами ежедневно будут заниматься тренер по физподготовке, психолог и специалисты по программированию. «Для того, чтобы это были не только чисто шахматы, но и полноценное развитие детей, мы планируем в 2025 году эти школы еще проводить и на базе Алтайского края и вашей федерации привозить сюда и другие регионы и развивать тему и концепцию детей в сельской местности через шахматы и проводить премьер-региональные школы». Подобная работа продлится 10 дней, а после ребята смогут дистанционно заниматься со своими наставниками. Кто знает, может быть, среди этих детей тоже есть будущий топовый шахматист. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.